Топовый художник. Эта работа очень характерна для его стиля. Очень сильная активная борьба у нас сейчас идёт. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Как и обещал, на этом канале выходят мои интересные экспериментальные видео. И в этом видео я покажу вам вот такую интересную картину, которая сейчас торгуется на аукционе Виолити. Это топовый художник, про которого я пригласил рассказать моего друга Константина Шаповалова. Он расскажет немножко об этом художнике, чем цена эта картина. И мы понаблюдаем, за сколько она будет продана. Фёдор Захарович Захаров. Известный украинский художник. Его международный рейтинг очень высокий. 3В. Работы имеются в Третьяковской галерее. Была также в нулевых годах проведена в Третьяковской галерее двухнедельная его выставка, на которую собралось очень много людей. Слетелись даже с Америки коллекционеры. И после выставки была некая распродажа. Несколько картин уехало в Америку. Одну картину подарили Третьяковке, а одну купил мэр Москвы, Лужков, за свои деньги. И подарил тоже Третьяковке. Вот такую я знаю историю. Он пользуется большим спросом у коллекционеров. Хотя он был художником очень трудолюбивым. И у него была такая поговорка, каждый день хотя бы один маленький этюдик делать. То есть, ну, сколько дней прожил, столько написал картин, можно так говорить. Ну, если говорить о маленьких этюдиках, которые можно за один присест, скажем так, написать. На наших аукционах его работы в 10-м, 11-м, 8-м, 9-м, 10-м, 11-м, 12-м годах проходили от 10 тысяч долларов и выше. То есть, таких работ... Ну, он топовый художник, он с Третьим рейтингом входит в десятку лучше. Я знаю не больше 10 человек украинских художников за все времена, за все времена. Которые бы имели рейтинг международной тройку. Вот, поэтому с таким третьим, с таким рейтингом, ну, по 1-2-3 тысячи никогда я не видел его работ. То есть, вот 10 и выше. Бывало и по 80 тысяч стоили, и по 60, и по 70. Ну, короче, серьезный художник. Это известная работа, очень набережная. У него несколько таких работ. Их знают коллекционеры, их знают в интернете, они тоже были. Есть, я сам видел один из вариантов этой работы недавно, в этом году, скажем так. Это зимой, скажу так, в декабре. В музее у нас в Киеве была выставка Захарова. Тоже эту работу видел, похожую. Вот, поэтому работа известная, естественно, за нее боролись. Вот то, что я, Алексей, могу сказать по поводу этого художника, этой картины. Всего 55 человек участвуют в данных торгах. В принципе, и так характеризуется рынок. То есть, такое количество людей прям проявило интерес к данному художнику. Те, кто в данный момент времени увидел и следит за этим лотом. Вот кнопочка «Следить за этим лотом». Вот. И что можем посмотреть? Давайте глянем, между кем и кем у нас борьба. Какой-то вот, пожалуй, покупатель с минусовым рейтингом. Конечно, такое тоже бывает, когда покупателя... Не совсем позитивные отзывы. Интересно посмотреть. Негативные отзывы. Невыкуп лота. Невыкуп лота. Но это у какого-то одного покупателя. У одного продавца. Ну, так себя загнал покупатель в минуса. Конечно, довольно интересно, как здесь расценивают данные ставки от него. Ну, я думаю, если бы продавец переживал по поводу невыкупа, я думаю, он бы ограничил данного покупателя. В данном случае, либо продавец не знает, как это сделать, либо он не переживает, что будет невыкуп. Хотя, в принципе, как мы видим, борьба тут вот на каком-то этапе у нас длится между всего двумя покупателями, которые, соответственно, с небольшим рейтингом. Но люди интересуются работами художника. Давайте посмотрим, какой просмотр у лота. 17 тысяч уже набежало. Хотя, лично мне работа такая не очень нравится. Возможно, мне нравится немножко другое. Другая стилистика, другие цвета. Так что посмотрим у этого продавца. Есть ли что-то интересное еще? В наличии, да, этот человек активно занимается лотами. И мы видим еще другие картины. Довольно интересные. Столяренко тоже. Что касается этого зимнего пейзажа Столяренко, то, с моей точки зрения, я его уже давно видел где-то, это не натурал. Поэтому я ничего не могу сказать. Столяренко действительно серьезный тоже художник, тоже с третьим рейтингом. Но эта работа зимняя, это не натурал. Это фейк, с моей точки зрения. Поэтому я как-то ее комментировать не буду. Да, осталась буквально минута. Конечно, я когда сам участвую в торгах, это непередаваемые впечатления. Когда ты безумно хочешь какую-то вещь. Например, торгался я за несколько серьезных монет. И у тебя, например, когда заканчивается время, ты уже представляешь, как картина висит у тебя на стене. Или, например, монета находится уже в коллекции. И тут твою ставку перебивают. И это только подогревает какой-то интерес твой к данному аукциону. Почему, собственно, аукционы и живут. Потому что азарт. Ты входишь просто в какой-то кураж. И ждешь, когда же за тобой останется последняя ставка. Ну что ж, давайте обновим. 5 секунд. На последних секундах не будет ли кто-то ставить ставку. Лот продан. 19 900. Ну что ж, я думаю, поздравить можно и продавца. Хотя не знаю, за какую сумму он хотел выручить данный лот. И, я думаю, покупателя. Вот такая интересная картина. Характерная для этого художника. Художник очень хороший. И я не удивляюсь, что за 800 долларов ушла его работа. При нынешних временах, при очень сильном спаде на живопись, эта цена тоже небольшая на его работу. Небольшая. Вот такой сюжет небольшой про художника. Про одну из его картин, которая была продана на аукционе Виолити. Ну что ж, друзья, если понравился такой выпуск и формат, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите в комментариях, про что вам было бы интересно еще узнать. Тема инвестирования в то, что будет приносить вам деньги в долгосрочной перспективе. На этом канале будет затрагиваться. А также еще хочу сказать, что Константин приглашает в объединение коллекционеров. Сейчас он немножко об этом расскажет. И на этом мы наш выпуск закончим. Так что всем пока. Я приглашаю в ассоциацию коллекционеров живописи всех, кто собирает картинок. Все, кто... Ну, такого я прежде всего делаю для коллекционеров, скажем так, средней руки. Кто может хотя бы раз в полгода покупать картину от 100 до 300 долларов. Где-то вот в таком разрезе. Вот. Может быть даже не регулярно каждые полгода. Ну, где-то вот так вот. Я приглашаю в ассоциацию коллекционеров живописи. Уже, кстати, был первый у нас, первая встреча 12 января. Вот. Мы с целью, зачем собирается эта ассоциация. Для того, чтобы делиться новостями, показывать свои картины. Можно обмениваться картинами. Можно покупать, продавать что-то друг у друга. Можно помогать в определении подлинности картины. Можно помогать. Я могу взять на себя такую обязанность реставрации старой картины, если это нужно. Учиться определять подлинность работы. Обмениваться опытом, новостями и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. Вот такие цели у ассоциации. Я, в принципе, приглашаю всех. Даже если человек может через океан перелететь к нам, пожалуйста. Вот. Единственное, что, ну, по возможности, кто может раз в месяц собираться к нам в Киев на наши вот такие вот встречи. Ну, и даю свой телефон, озвучиваю его. Вот. И приглашаю всех записываться, участвовать. Сейчас у нас где-то около 15 человек уже есть. Может быть, даже чуть больше. Но не все могут на каждую встречу приезжать. Скажем, на первую встречу где-то 5 человек не смогли приехать из тех, кто, в общем, изъявил желание. Ну, вот как-то так.